Друзья, вы знаете, я буквально сегодня узнал, что оказывается на наш фестиваль, на съёмку в этот зал, столик в первый ряд стоит 5000 евро. Столик. 5000 евро. Вы понимаете, что в Воронеже есть люди, которые за 5000 евро покупают себе машину. И живут в ней. А тут столик. Не, возможно, вы, конечно, продали последнюю машину и решили поржать перед голодной смертью, но... Как вы поняли, я сегодня хочу с вами поговорить про деньги, в частности, про богачей. Потому что богачи — это, знаете, современные герои. Мы сейчас вообще следим за богачами, что богач сделал, что богач купил, на ком богач женился, куда богач поехал. И сейчас все хотят стать богачами, мужчины, женщины, даже дети. Знаете, дети уже не хотят стать, там, не знаю, военным, пожарным или врачом. Ребёнок хочет стать богачом. Я его понимаю, потому что он видит, как живут богачи. И, например, он ни разу не видел, чтобы космонавт выходил из Бентли. И поправцы не охотятся на космонавтов, да? Нет же фотографий, как голый космонавт, не знаю, в ракете нюхает кокс. На Live News нет заголовка. Вчера два космонавта с пятью проститутками выжили в открытый космос. Такого нет. Поэтому сейчас дети хотят стать богачами и не будут далеко ходить. У меня есть друг, у него есть пятилетний сын. Знаете, кем он хочет стать? Чеченцем. Серьёзно вам говорю? И я его прекрасно понимаю. Он не хочет стать суперменом, потому что супермен всего лишь может прилететь на помощь. А кавказцы могут всё. Вообще всё, у них есть деньги, машины, женщины. Они радуются, поют, танцуют, веселятся. И не дай бог, один из них попадёт в беду, столько прилетит волосатых суперменов. Знаете, там даже все супермены мира не помогут. И сейчас женщины тоже все хотят выйти замуж за богача. Это очень важно для неё. У меня есть друг, я с ним недавно встретился, мы учили в школе. Он говорит, помнишь, Светку с нами училась, такая красавица была. Я говорю, ну. Но он говорит, всё, замуж вышла, очень удачно. Я говорю, за кого? Он говорит, за бандита. Вдумайтесь в словосочетание. Удачно выйти замуж за бандита. В семье прям праздник был, наверное, да? Мам, папа, знакомьтесь, это Аркадий. Ой, Аркадий, здрасте, а чем вы занимаетесь? Ну, я бандит. Где вы собираетесь жить? Ну, сейчас мы у одного лоха пятикомнатную хату отожмём там и будем жить. Мы согласны. Слава богу, что не у нас. На школе говорили, что деньги это не главное. Главное, это духовное богатство. Да. И вот я вырос, и что-то я не помню, что в журнале Forbes напечатали 100 самых духовно богатых людей России. Знаете, на обложке журнала не был директор Воронежского драматического театра. И заголовок. В этом году самый духовно богатый человек России отдыхал с семьёй на речке. Их его на арбуз достает, там дети в бандбинтон играют. Жена поймала щуку. Руками. Такого нет. И сейчас нас не интересует, что вышла новая книга какого-то интересного писателя. Нет. Сейчас всех интересует, что Абрамович купил себе новую яхту. Длиной 168 метров. Яхта. У нас в России таких военных кораблей нет, как у неё яхта. 168 метров, друзья. У меня детство прошло на меньшей территории, чем у неё яхта. Просто, чтобы вы понимали, вот это вот яхта Абрамовича. Вот смотрите. Просто, чтобы было понятно. Вот это яхта Абрамовича. Вот это вот тоже яхта. 168 метров. Я загуглил. Мировой рекорд по метанию молота 86 метров. Мировой рекорд по метанию копья 98 метров. Самый длинный футбольный стадион Маракана 110 метров. Яхта Абрамовича 168 метров. Вы понимаете, что на ней можно проводить Олимпиаду? Самое главное, что яхта Абрамовича стоит 450 миллионов долларов. И это всего лишь одна тридцатая часть его состояния. Для примера, одна тридцатая часть моего состояния 5000 рублей. Какую яхту я могу купить за 5000 рублей? Самую большую надувную резиновую лодку? И белой краской на ней написать яхта. Ходить потом по юрмали, цеплять девочек, да? Детка, не хочешь провести романтик на яхте? И потом такие разговоры. Дорогой, мне холодно. Так на погреби, а то я устал. Может быть шампанского? Ты что, с ума сошла? Это вторая одна тридцатая часть моего состояния. И я понимаю, Абрамович, он хотя бы олигарх. У него есть деньги, он там тратит их, что-то покупает. Я не понимаю, зачем Максиму Галкину замок. Знаете такого пародиста Максим Галкин? Он себе в Подмосковье построил замок. Зачем тебе замок? Ты что, блядь, рыцарь, что ли, а? Самое главное, Максим, ты не победил дракона. Дракон победил тебя. Многие скажут, ну он пародист, это так он пародирует олигархов. Может быть, друзья. Мы все пародируем олигархов, особенно по пьяни. Реально нет богаче человека, чем пьяны русские. Серьезно. Я вот недавно вел корпоратив, знаете, и через три часа появился такой парень, когда появляется, который начинает решать вопросы по телефону. По телефону Сони Эриксон. Знаете, это тот случай, когда парень в сандалиях и в носках продает лес в Норвегию, понижает курс доллара. Знаете, когда кто? Мэр? Скажи, я его уволил. И рядом со мной стоял официант, он сказал потрясающую фразу. Он сказал, ты глянь, что с людьми делает тульский спирт и плохо отрегулированная система кондиционирования. И из-за того, что мы все хотим стать богачами, мы сейчас подсели, знаете, на этот крючо богатства. Нам сейчас втюхивают товары бизнес-класса, класса люкс, да? И, честно говоря, я недавно сам подсел на эту удочку богатства. Дело в том, что я полгода назад купил в Москве квартиру. Как бы для многих я сейчас богач. Но не спешите меня ненавидеть, я взял ее в ипотеку. Просто это новостройка, и мне как бы надо в ней сразу жить. Если бы я копил деньги и потом принес эти деньги на новостройку, то ее бы уже снесли как ветхое жилье, знаете? А так, как бы все, квартира в Москве. Для воронежского парня это прям удача. Нас в Воронеже вообще-то их две. Я и мэр. И у обоих в ипотеку. И вы знаете, я пять месяцев поплатил ипотеку и понял, почему в Воронеже так плохи дела. Потому что, видимо, невозможно тянуть одновременно и Воронеж, и московскую ипотеку. И самое главное, меня удивляет, что правительство, знаете, подает ипотеку как помощь. Такая помощь населению. Помощь под 14% годовых, знаете? То есть, если бы я тонул, и государство кинуло мне спасательный круг, то мне до него еще 25 лет плыть. Но оно при этом еще каждый месяц в определенное число, знаете, меня так гарпуном по башке бьет. Что такое? Помощь? Надежда на два дня. Бум-бум. Но я понял, откуда у нас тяга к богатству. Все из-за денег. Я имею в виду из-за наших русских денег. Дело в том, что я посмотрел, на русских деньгах написано билет Банка России. То есть, это билеты. Тогда все логично. Нет, билеты тебя не пускают. Хочешь что-то, давай билеты. Причем самое главное, что на долларах написано In God We Trust. То есть, мы верим в Бога. Знаете, по этой логике, и судя по экономической ситуации в России, на наших деньгах надо писать Господи, спаси и сохрани, а? Спасибо большое, это был Руслан Белый. Спасибо.